Шестой год подряд в нашем городе проходит спартакиада дошкольников. И каждый раз это мероприятие поражает своей зрелищностью и яркими эмоциями. Все участники спортивного праздника получают огромный заряд энергии и хорошего настроения, вкладывая в победу своей команды максимум усилий. Подробности в нашем следующем сюжете. Показательные выступления, с которых по традиции начинается спартакиада, возможность увидеть, к чему могут стремиться сегодняшние дошколята. Оздоровление детей путем занятий физкультурой – важная составляющая воспитательного процесса. Начальник управления образования Дмитрий Волков в своей напутственной речи пожелал каждой семье заниматься спортом, взрослым вовлекать детей и самим не расслабляться. Приобщить наше население к здоровому образу жизни, к настроению – просто замечательное событие. Отдельно хочу сказать спасибо организаторам, всем педагогам, родителям, что мы в шестой раз проводим, в шестой раз, подчеркиваю, данную спартакиаду. Это говорит о многом, о том, что здесь уже заложена история, здесь уже заложено настроение, здесь уже заложена традиция. Это очень важно. Соревновательный дух захватил всех и сразу. Интересные эстафеты, боевой настрой команд сделали зрелище незабываемым. Построить теремок, собрать урожай, попасть точно в цель. Каждой удачей аплодировали. При промахах старались поддержать своего. Болельщики срывали голоса. Мне горло не жалко за свою команду. Мы в нее верим. Она у нас сильна, мы их любим, и они для нас всегда будут первыми. Папа и сын Шаповаловы не случайно оказались в команде своего детского сада «Теремок». Здоровый образ жизни ведет вся семья. Оттого пятилетний Дима, хоть и самый маленький в команде, по скорости не уступает другим. Участвовать вместе с сыном, давать ему живой пример, что здоровый образ жизни нужен, что нужно стремиться к спорту, стремиться к достижению цели, стремиться к победам. Многие родители стараются личным примером показать, насколько важно развивать свою физическую форму. Анастасия Кулакова с самокатом на «ты». Когда гуляю с ребенком, пока она лазит по горкам, я прокатаюсь. Мы всей семьей пришли, всей семьей соревнуемся. Для нас это очень важно, для семьи. По окончании эстафет, пока судьи подводили итоги, все участники устроили большую веселую дискотеку. По итогам соревнований все 10 команд участниц получили награды, медали и подарки. А в тройке лидеров оказались детский сад «Солнышко» третье место, «Родничок» занял второе, а на первом месте детский сад «Радуга». Победители уверены, что стать первыми им помогли не только сила и ловкость, а еще и... Дружба! Татьяна Брылова, Евгений Петров, Елена Кошелева. Видное ТВ.